Селям алейкум, здравствуйте! С вами Айше Шулакова. Подведем информационные итоги этих семи дней. Сегодня в программе. Крым. На полуострове в эксклюзивном интервью с министром курортов и туризма Вадимом Волченко. Религиозное образование не помеха светскому. Дети и взрослые должны знать, к какой религии относятся, знать ее основы. Все о жизни воспитанников крымских медресе. В России подвели итоги выборов в Государственную Думу. Впервые за долгие годы в Нижнюю Палату Парламента проходит не четыре партии, а пять. С огромным отрывом победила Единая Россия, получив почти половину голосов избирателей и выиграв почти во всех одномандатных округах страны. У этой политической силы вновь будет конституционное большинство в Госдуме. В Крыму же партия власти набрала больше 63%. Подробнее в сюжете. Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва – главное политическое событие страны прошедшей недели. За мандаты в честной и нешуточной борьбе сражались представители 14 партий. Впервые за долгие годы выше законодательный орган прошло не четыре партии, а пять. На первом месте – Единая Россия. У нее почти 50% голосов и конституционное большинство в Госдуме. На втором – КПРФ коммунисты получили около 19%. На третьей строчке – ЛДПР. Далее – Справедливая Россия за правду, а замыкает пятерку лидеров совсем молодая партия «Новые люди». Таковы результаты голосования по всей России. В Крыму партия власти набрала больше 63% голосов. На всех трех одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Алексей Черняк в Симферопольском, Константин Бахарев в Керченском, в Евпаторийском округе победу с большим преимуществом одержал самовыдвиженец и член партии власти Леонид Бабашов. А по партийным спискам прошли Михаил Шеремет и Леонид Ивлев. Все они в ближайшие пять лет будут представлять Крым в Госдуме. Наши крымчане, которые будут избраны депутатами, соответственно, будут принимать участие в обсуждении всех законодательных актов, которые касаются Республики Крым. В общем, это полноценная норматурская деятельность. Уверен, что выборы станут знаковыми, поскольку очень высокая была активность. Голосование – это необходимое дело. Ваш голос тоже решает судьбу страны и судьбу российского Крыма. На новоиспеченных народных избранников крымчане возлагают большие надежды. Этим и обусловлена высокая явка на голосование. Единственное им пожелание, все то, что он говорил на предварительном голосовании – не забывайте тех людей, которые за вас бросили бюллетени. Обязательно организуйте так работу, чтобы они не ощущали себя обманутыми. Крымчане активно проявили себя во время трехдневного голосования. Явка почти 50%. Это заметно выше, чем количество избирателей, которые обычно приходят на выборы парламентов европейских стран, которые так гордятся своей демократией и своей цивилизованностью. Там, если процентов 30 избирателей приходят на выборы парламентов национальных, то это и хорошо. Жители довольны изменениями, которые произошли в республике за последние семь лет. Высокий результат «Единой России» на выборах обусловлен поддержкой, которую оказал партия президент страны. Крымчане остались верны тем решениям, которые были приняты в марте 2014 года. Это первое. Второе. Крымчане подтвердили свое глубокое уважение и признательность президенту Российской Федерации. Крымчане подтвердили свою признательность и свое уважение к главе республики и председателю Государственного Совета. Но и, безусловно, крымчане увидели те изменения, практически изменения, которые произошли в Крыму. Обустройство мест компактного проживания крымских татар, статус государственного для родного языка, развитие культуры и возрождение традиций, строительство религиозных объектов. Положительные изменения с 2014 года стали решающим фактором активной явки на избирательные участки представителей коренного народа. Крымские татары проявили себя в моем, где я был, Джанкойский район, город Симферополь, Алушта, примерно 30-35%. Поэтому выборы состоялись хорошо. Главная задача депутатов Госдумы – улучшить уровень жизни крымчан и способствовать дальнейшему развитию региона. Мы получили темп роста. И это говорит о том, что за последние пять лет доверие к избирательному процессу и главе республики в Крыму выросло. За частотой выборов следили более двух тысяч наблюдателей. Даже был создан региональный общественный штаб. Сюда в круглосуточном режиме транслировалась картинка с видеокамер, установленных на избирательных участках республики. Была доступна и опция перемотки видео. Такую практику в Крыму использовали впервые, но в дальнейшем планируют использовать постоянно. Надо готовить не от компании к компании, а чтобы этот институт был постоянно действующим. Потому что не все без подготовки могут освоить все эти технологии. Не зафиксировали нарушения и высоко оценили уровень организации выборов в Крыму международные эксперты из Сербии, Венесуэлы и наблюдатели из Франции. За три дня работы они смогли сформировать целостную картину происходящего на полуострове. Мы не просто не видели никаких нарушений, а даже самой возможности для того, чтобы эти нарушения были совершены. Также иностранные гости отметили, что Россия на шаг впереди европейских стран в организации выборов. Многие новшества готовы взять на вооружение. Что касается сегодняшних выборов, я уже более сотни раз был наблюдателем по всему миру. Что касается выборов, которые я посещаю сейчас, могу четко сказать, все стандарты соответствуют международным. Крымчане в очередной раз показали единство со всей страной. Мы сделали свой выбор и ждем от избранных депутатов кропотливой работы. Ведь им в течение пяти лет лоббировать наши интересы на федеральном уровне. Очередная политическая спекуляция или пиар по-украински. И снова в центре внимания крымские татары. К осени 2025 года Украина планирует перевести крымско-татарский язык на латиницу. Якобы руководствуясь целью его популяризации. В качестве предлога используют решение Курултая начала 90-х. Вот только шире патриоты забывают главное – спросить у самого народа. Мотивы украинской стороны декларативно вроде как даже благородные. Популяризация языка, активная интеграция в интернет, гибкость и большая вариативность. Крымско-татарскому алфавиту не впервой переживать трансформации. В 20-е годы в рамках активной латинизации тюркских языков арабская вязь была заменена той самой латиницей, продержавшейся десяток лет. Затем в 1938 году форсированными темпами она уступила место актуальной кириллице. Один из номеров легендарной крымско-татарской газеты «Трэджиман», издаваемой Исмаилом Гаспринским в 19 веке. Символично, что материал называется «Переводчик». Основной текст арабской вязью, слева перевод на русский. И продолжение. Рассуждение на тему трансформации крымско-татарского алфавита на рубеже 20-30-х годов века прошлого при советской власти. Легендарная «Капитанская дочка» Александра Пушкина. Издание «Симферополь», 1937 год. Текст переведен на крымско-татарский, а воспроизведен латиницей. Еще одно выдающееся произведение того же гения «Дубровский». Год уже 1939. Заглядываем внутрь. Кириллица. Жительница небольшого села под Бахчисараем, носительница языка с более чем 80-летним стажем, на родном крымско-татарском обязательно общаются в кругу семьи, чтобы не потерять традиции. Она плохо видит, но все еще читает газеты кириллицей. Перед тем, как им перевести, решать за кого-то, за чего-то, это делается ни одним, ни двум, ни пяти, ни десяти лицами людей. Это у нас есть бывшие интеллигенты, бывшие преподаватели. Практика «Без меня меня женили» – один из самых популярных украинских ходов современности. Всех происков недружелюбного соседа за семь лет не пересчитать. Создание военных батальонов с использованием имени национальных героев, альтернативные крымско-татарские организации уже за границей. Планы по якобы деоккупации полуострова, на территории которого крымские татары в России наконец обрели социальное благо. Любые решения, которые касаются языка, быта, алфавита, традиций крымско-татарского народа, должны решаться непосредственно в Крыму, на родине крымско-татарского народа. Языковая спекуляция – традиционная для Киева оружие. Тема русского всегда звучала накануне всех президентских выборов до крымской весны. Нынешний президент, убеждены эксперты, продолжает строить ущербные стратегии. Это не что иное, как политический хайп. Это все идет в развитии нагнетания политики Зеленского вокруг Киева, вокруг так называемой прокупации Крыма, вокруг его возвращения в Украину, состав Украины. Это все в развитии так называемой крымской платформы, которая оказалась пришликом. Очевидно, очередной непродуманный шаг украинского правительства больно бьет по образовательной системе самой же Украины. Происходящее из Крыма выглядит как кино, которому суждено провалиться в прокате. Эксперимент, который ставится сейчас над крымско-татарским языком, он будет предварять изменения, которые, по-видимому, к несчастью, ждут и украинский язык, который тоже может подвергнуться таким трансформациям. И Украина и сегодня переживает довольно сложный период развития своей культуры. А после этого, я думаю, что украинская культура будет отброшена еще на десятилетия назад. Каждая трансформация языка тем более неестественная, а принудительная, будто возвращение в прошлое на десятки лет. Специфические звуки, такие как К, Н, Г и Дж, которые артикуляционно сегодня даже не всеми крымскими татарами верно произносятся. У нас это, по большому счету, мало касается, потому что у нас есть свои правила, свои нормы и свой путь развития крымско-татарского языка. Пока украинские партнеры России сотрясают воздух громкими и пустыми заявлениями, в Крыму продолжают решать крымско-татарские проблемы конкретными делами. Президент реабилитировал народы своим указом. В рамках его исполнения тысячи людей получают жилье, а крымско-татарский язык носит статус одного из трех государственных в республике. Возможно, Киеву стоит озаботиться проблемой своего языка, который в стране использует для бытового общения менее половины населения. Турпоток в Крым превысил все ожидания, достигнув 7 миллионов человек к концу лета о небывалом сезоне, антиковидных мерах и налоговых поступлениях. Есть ли у Крыма потенциал стать лидером экотуризма, расскажет министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко. Эксклюзивное интервью телеканалу Милет. Вадим Александрович, здравствуйте. Насколько для Крыма оказался успешным летний сезон 2021 года? Если говорить о качественных показателях, а для нас это самое важное, то доходы отрасли по данным Росстата выросли в 4,5 рады. Доходы по налогам на порядка 15%, мы сейчас уже понимаем, выросли. Конечно, основные налоговые поступления будут по итогам третьего и, возможно, четвертого квартала, и тогда мы сможем судить. Но даже сейчас мы уже понимаем, что 7,5%, которые были в последние годы, будут превышены 7,5% в валовом региональном продукте. Если же говорить о загрузке, то это очевидно, что она практически стопроцентная была в течение нескольких месяцев. И самое главное, что она сохраняется на очень высоком уровне и в осенний период, и уровень бронирования до нового года, в некоторых случаях уже на следующий 2022 год, также достаточно высокий. Итоги 2020 года показали то, что Крым, в принципе, может работать практически круглогодично, и сейчас эта тенденция сохраняется. Нам нужно просто к этому быть готовыми. Сколько туристов посетили полуостров и ожидали ли такие результаты? На самом деле мы понимали то, что Крым будет очень востребован и с точки зрения оздоровления, и с точки зрения морского отдыха. Понимаем то, что большинство россиян хотя бы один раз в год хотят отдохнуть именно у моря. На 1 октября в Крыму отдохнуло более 7 миллионов, 7 миллионов 200 тысяч человек. Если говорить о рекордном сезоне 2019 года, то я думаю, в этом году он будет превышен. Сказались ли потопы на экономических показателях и в целом на качестве отдыха туристов? Мы понимаем то, что, конечно, Крым столкнулся с беспрецедентными погодными условиями. Больше всего это коснулось востока полуострова и Ялты. Ялта достаточно быстро в течение двух-трех недель справилась со всеми последствиями, и серьезного влияния это не оказало. Пострадало более или менее серьезно два отеля. Из одного даже пришлось эвакуировать отдыхающих. Но все это было в штатном режиме, мы находились постоянно в контакте. Какого-то там серьезного влияния не произошло. Ну, в общем, пострадали, но я бы не сказал, что сильно. Я думаю, последующими ударными месяцами бизнесы в Ялте и в целом в Крыму это все компенсировало. Также и налоговые показатели не особо изменились? Я думаю, что нет. И я должен сказать, что меры поддержки и вообще и помощь и со стороны крымских властей, и со стороны федеральных властей также была беспрецедентной. И благодаря этому со всеми последствиями удалось справиться в кратчайшие сроки. Бархатный сезон. Какие прогнозы на него? Также весьма положительные. То есть мы понимаем сейчас, что по основным работающим средствам размещения порядка 70-80% в среднем загрузка. Во многих она продолжает оставаться на уровне практически 100%. И очень высокий уровень бронирования до нового года включительно. И уже начинается бронирование следующего года и следующего высокого сезона. Будут ли ужесточаться противоковидные меры? Как вы понимаете, это полностью прерогатива Роспотребнадзора. И это будет зависеть от санитарно-эпидемической ситуации. Самое главное сейчас, и это сохраняется основным трендом и этого года, равно как и предыдущего, это безопасность. Мы очень большое внимание уделяем мониторингу средств размещения и соблюдению всех правил профилактики, активной и пассивной, все, что касается дезинфекции, все, что касается социального дистанцирования, масочного режима и так далее. В общем, никаких серьезных всплесков, каких-то проблем и вспышек в течение всего этого сезона не было отмечено. Но очень важно вакцинироваться. Централизованно вакцинировано уже порядка 17,5 тысяч сотрудников. Санитарно-курортные и гостиничные сферы. И этот процесс продолжается. И очень важно вакцинироваться, безусловно, максимальному количеству населения, для того, чтобы снизить риски и приблизить выработку коллективного иммунитета. Тогда у нас не будет рисков ни по курортному сезону, ни, безусловно, до здоровья всех жителей Российской Федерации. В Крыму планируют создать еще два туристических кластера. Расскажите о них. Крыму планируется значительно больше создать. На данный момент Федеральным агентством по туризму совместно с Министерством курортов и туризма Республики Крым проводится мастер-планирование территории. Это достаточно серьезная работа. Это пилотный проект для всей страны. В ходе разработки будут определены территории, которые являются приоритетами для развития именно рекреационной сферы. Будут понятны все логистические потоки, экономика. Это достаточно мощная работа, которая в том числе станет основой и для дальнейших вложений в инфраструктуру, для снятия инфраструктурных ограничений именно в тех регионах, где развитие санаторно-курортного и гостиничного комплекса, в принципе, возможно и эффективно. Поэтому два кластера, о которых речь идет сейчас, один на западном побережье, вблизи Евпатории, второй, очевидно, про Южный берег, говорить это далеко не предел. Мы понимаем, что сейчас их реализуется уже пять. Реализуются они достаточно успешно. Если говорить про Саки и про Черноморский район, про поселок Оленевка, и там, и там действительно появились базовые системные инвесторы, которые позволят экономику не просто этого региона, а и в целом всего Крыма поменять. Причем в лучшую сторону. Планируется ли в Крыму ввести экологическую сертификацию гостиничного бизнеса? На данный момент разрабатывается целый ряд нормативных актов, в том числе возможные изменения в закон о туризме Республики Крым, а может быть и разработка отдельного закона, который позволит стимулировать и давать определенные преференции тем гостиничным санаторным комплексам, которые будут следовать определенным правилам, причем международным правилам, связанным с экологичностью. Будь то раздельный сбор мусора, будь то вторичное использование, будь то использование электро- или базиленой энергетики. И эти преференции могут касаться некоторых налогов и сборов, что при определенной более серьезной затратности этих производств, этого вида энергетики, позволят, тем не менее, зарабатывать больше. Потому что вместе с экономией будут еще и определенные преференции, повторюсь, со стороны государства. Какая поддержка оказывается турбизнесу? Всесторонняя. Начиная от поддержки моральной, которая нам всем была очень нужна, начиная с 2020 года, когда мы не понимали, на самом деле, как мы будем работать. Если вспомнить апрель-май, плохое забывается быстро. И после этого волевое решение, которое было принято главой республики Крым Сергей Юрьевичем Аксеновым, о поэтапном открытии туристической сферы с июня месяца, с середины для жителей Крыма, а с 1 июля для всех жителей Российской Федерации, полностью эта практика себя оправдала, была взята на вооружение другими субъектами и позволила эффективно провести как сложный сезон 2020 года, так и также весьма напряженный сезон 2021 года. Меры поддержки государственной на республиканском уровне беспрецедентные были. И они продолжаются, на самом деле, от срочки налогов. И для сохранения коллективов также были предприняты очень серьезные мероприятия. Федеральные органы власти, в частности, Ростуризма, в прошлом году и в этом году запустил программу субсидирования отрасли. И в следующем году она будет значительной, я бы так сказал. Плюс, собственно говоря, все то, что касается снятия инфраструктурных ограничений в рамках федеральной целевой программы, собственно говоря, по мировой практике создаются площадки, на которые приходит бизнес, где уже подведена все необходимые обеспечивающие инфраструктуру, строятся дороги, ну и так далее. Мы видим, что это эффективная практика, и приходят действительно профильные инвесторы. Но я думаю, что мы еще в начале пути, у нас впереди очень много достижений. Вадим Александрович, спасибо за интервью. Спасибо большое. Испоком веков и по сей день надежным источником религиозных знаний остаются исламские образовательные учреждения, где мусульмане получают только достоверную информацию от дипломированных богословов. О духовном образовании подрастающего поколения в Крыму смотрите наш следующий репортаж. Воспитанники Азовского медресе имени имама Матуриди повторяют за учителем слова из священной книги мусульман. Слово в слово, букву за буквой. Арабский язык в их жизни в новинку. Поэтому мы стремимся изучить правильное произношение каждой буквы. В это же время в соседнем кабинете ученики второго курса изучают столпы ислама и обряд мусульманского бракосочетания никяха. После окончания медресе они уже сами смогут связывать узами брака жениха и невесту. Моя цель – быть полезным людям, служить своей родине. Обучение в медресе длится два года. Принимаются выпускники девятых классов. Сейчас основам ислама обучают 28 юношей из разных районов Крыма. Наряду с религиозным образованием ребята проходят и школьную программу. Это только кажется, что система обучения в духовной школе – это сложно. Правила те же – не пропускать занятия, уважать учителя и стремиться к знаниям. Римзи Изетов приехал на учебу из Белогорского района. До этого изучал арабский язык в местной мечети. Я решил узнать больше ислам, жить в Суны-Правоке, Мухаммаду салиллаху алейкум васселем, и стать имамом, научиться многим сурам, чтобы больше шансов в рай было попасть. Обучение, проживание и питание в медресе бесплатное. Лучшие студенты получают стипендию, а по окончании учебы выпускникам вручают аттестат о полном среднем образовании, а также диплом о получении среднего профессионального религиозного образования. Пусть родители обучают своих детей в медресе. Наши дедушки и бабушки начинали учиться, но им помешала война. Ссылка. Затем другие трудности. Не было возможности получать религиозные знания. Сегодня для этого есть все. Открыты медресе. Немало желающих учиться в исламском религиозном учебном заведении среди девушек – 35 человек. У них аналогичная программа обучения. В первой половине дня уроки по религии, во второй – обычная школьная программа. Мне очень нравится здесь учиться. Очень хорошие учителя. Хорошо объясняют. Одноклассницы тоже нравятся. С ними интересно. А в этом медресе готовят хафизов, хранителей Корана. Стремление и желание знать наизусть весь Коран объединило 35 мальчиков со всего Крыма. Это дети с 12 до 15 лет. За три года студенты должны наизусть выучить священную книгу мусульман. Наряду с изучением основ ислама, заучиванием Корана ученики проходят и общеобразовательные предметы. Исмаил Сулейманов день учит по две страницы из Корана. За год уже одолел 200 страниц текста на арабском языке. На достигнутом не останавливается. Главное – не просто выучить, но и понять глубокий смысл сур. У нас в семье уже есть два хафиза. Я хочу стать третьим, как мои братья. Несмотря на сложную программу, желающих здесь учиться много. Даже мест не хватает. Поэтому в медресе грядут изменения. В этом году при поддержке нашего духовного управления мусульман приступили к ремонту. Строим три больших класса, чтобы учеба для наших учеников была еще комфортнее. Тяга к знаниям крымским татарам присуща испокон веков. А это старейшее медресе Инчбек-Хатун в Старом Крыму. Точнее, то, что от него осталось. Оно было построено в 1332 году по инициативе и на средства богатой жительницы города Инчбек-Хатун. Здесь преподавали не только религиозные науки, но и арифметику, философию, астрономию. Сейчас от него остались только величественные руины. В общей сложности здесь 14 худжер, которые считались для комнат как проживание. Также были подвальные помещения. То есть это был закрытый комплекс, в котором можно было находиться, обучаться и, в принципе, проживать. О тяге к знаниям наших предков свидетельствует и Занчирлы-Медресе в Бахчисарае. Это одно из старейших учебных заведений Восточной Европы. Занчирлы-Медресе построили в 1500 году по приказу Меллигерая. Своё название оно получило из-за раздвоенной цепи Занчир, которая висит над входом в здание. По преданию, крымский правитель повесил её, чтобы каждый входящий в храм науки склонял голову. В Занчирлы-Медресе воспитывалась духовная элита крымско-татарского народа, получившая известность во всём мусульманском мире. Здесь изучали богословия, турецкую и арабскую грамматику, каллиграфию и арифметику. Полный курс обучения около 10 лет. Не каждый мог выдержать, конечно, такой процесс. Это было довольно сложно. Но, выходя отсюда, получались действительно специалисты на уровне государства. То есть на уровне крымского ханства. И занимали они не просто какие-то должности на местах, но и должности в политической структуре государства. Вплоть до советского времени Медресе являлась крупнейшим центром мусульманского духовного образования в Крыму. А в середине прошлого века здание переоборудовали под нужды психоневрологического диспансера. Затем объект перешел в управление Бахчисрайского историко-культурного заповедника. А два года назад несколько зданий комплекса вернулись к своим историческим истокам. Их передали в собственность муфтията Крыма. Мы договорились с фондом. Фонд будет делать ремонт в здании Исмаила Гаспринского. Двух общежитий для наших учеников. Конечно же, в наших планах открыть там институт. Мы работаем в этом направлении. Преподаватели есть. Потому что за 20 лет у нас появилось много людей, которые получили религиозное образование в Турции. С этим нет никаких проблем. Даст Всевышний. Шаг за шагом мы решим все вопросы с Медресе. Руководство Крыма, духовные лидеры, общественники делают все возможное, чтобы культурное и историческое наследие крымских татар было защищено законодательством Российской Федерации. Внимание уделяется не только сохранению старинных памятников, но и строительству новых. Большая соборная мечеть Симферополи станет настоящим украшением Крыма. С вами, уважаемые зрители, прощаемся на неделю. Берегите себя и близких. До свидания.